Уважаемый Геннадий Андреевич, уважаемые товарищи, уважаемые зарубежные гости, позвольте от имени жителей Орловской области от себя лично еще раз поприветствовать вас на Орловской земле. И поблагодарить за то, что именно Орловщина избрана местом проведения сегодняшнего знаково-исторического форума. Наш регион, как и вся Центральная Русь, был и остается ядром российского государства. Здесь корни нашего патриотизма, духовности и культуры. Уважаемый Геннадий Андреевич, проведение форума такого уровня и масштаба особо ответственно и почетно для каждого жителя региона. Земляки высоко ценят ваш вклад в укрепление российской государственности и развитие парламентаризма. Сегодня наша страна находится на самом сложном этапе развития за весь новейший период. Главным образом это связано с выявлением внешнеполитических факторов. Страны Запада во главе США ведут циничную работу по подрыву экономики и государственности России. Санкции, скачки доллара и евро, нефтяные танцы вниз. Все это звенья одной абсолютно продуманной давно цепи. Президент России очень четко сказал о причинах такого давления. Это наша плата за то, что мы хотим сохранить свою независимость, свой суверенитет. Об этом также убедительно было сказано. Для России реальный государственный суверенитет абсолютно необходимы условия ее существования. Такую позицию безоговорочно поддерживает и наша партия, которая при этом на первом этапе выдвигает задачу пересмотра приоритетов экономики. Россия постоянно заявляет о готовности к сотрудничеству, но мы понимаем, что ожидать смягчения позиций Запада нет никакого смысла, они их не смягчат. Из этого следует, что выходить из сложного положения нам нужно самим, опираясь на свои внутренние ресурсы, на наши базовые ценности, на многонациональный российский народ. У России гигантский потенциал. Ну как он используется? Многое из того, что было задумано для ускорения социально-экономического развития России, так и не было сделано. Задача диверсификации экономики поставлена ни вчера, ни в прошлом году. Но слезть с нефтяной иглы так и не удалось. То же самое касается коридой модернизации экономики. Уважаемые друзья, нынешние проблемы в экономике уже достаточно четко были проверены в 2008-2009 году. Это был первый звонок, и нужно было к нему очень серьезно отнестись. Сегодня всем очевидно, что антикризисная политика, которая проводилась в нашей стране, в тот период оказалась значительно менее эффективной, чем в более развитых странах. Например, в США для выхода из кризиса была принята беспрецедентная программа по развитию науки и образования. Расходы науки и образования в кризисный период в Америке вложили более 5% от своего бюджета. Буквально на днях прошел конкурс по лучшей подготовке детей, школьников и студентов. Первое место заняли финны. У них абсолютная модель советского образования. У них нет никакого ЕГЭ. Они живут по нашим нормативам. У них лучшая сегодня подготовка. Следует отметить, что необходимости принятия мер таких много зависит и делает наша партия. Однако в этот период, к нашему мнению, не совсем захотели прислушаться. Разработанная Банком России антикризисная политика не соответствовала задачам развития экономики государства. Не были приняты меры по снижению учетной ставки. Деньги так и не стали доступными. Не были снижены проценты за кредит, особенно инвестиционный. В результате экономика не получила дополнительные стимулы к своему развитию. А кризис был преодолен в 2008-2009 году только за счет того, что подорожала нефть. Наши предложения были использованы при подготовке указа президента о долгосрочной государственной экономической политике за номером 596 от 7 мая 2012 года. В этом указе ставила задача довести объем инвестиций в реальный сектор экономики в 2015 году до 20 триллионов рублей. Создать и модернизировать к 2020 году 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Наша партия считает, что эти крупные задачи были реально выполнимы. Для этого в стране было достаточно финансовых ресурсов. Требовалось только переориентировать доходы от нефти и газа на цели развития отечественной экономики. Эти задачи должны были решаться экономическими министерствами и прежде всего Центральным банком Российской Федерации. К большому сожалению, они этого не сделали. Под различным предлогом данные структуры отказывались направить финансовые ресурсы на реализацию указа президента. Деньги в качестве сырьевой сектор экономики. США и Евросоюз объявили России экономические санкции. Внутри страны активизировались валютные спекулянты. Развелась коррупция. Вместе с тем, санкции открыли новые возможности для развития отечественного производства. Мы получили реальный шанс слезть на конец нефтяной иглы, начать реальную модернизацию экономики. Однако реальные шаги к этому пока делаются достаточно сложно. В этой связи встает вопрос о роли Центрального банка в выработке эффективных мер развития отечественной экономики. Мы убеждены в том, что установленный финансово-валютный курс процентной ставки Центрального банка является политическим вопросом общенационального значения. Поэтому все решения по нему должны приниматься на государственном уровне путем ежегодного принятия соответствующих законов. Как это происходит в самых развитых странах, в том числе и США. Если мы начнем на государственном уровне регулировать процент ключевой ставки, ситуация кардинально будет изменена. Большое количество банков, призванных быть кровеносной системой экономики, не обеспечивают предприятия реального сектора финансами на условиях, позволяющих вести рентабельное производство. Фактически предприятия работают на банке, формируют для них прибыль. Соответственно необходимых ресерв для решения расширения производства и у предприятий нет. Они критически нуждаются в дешевых ресурсах, в первую очередь финансовых. Как следствие, начало 2015 года началось снижение объема производства, сокращение рабочих мест, снижение уровня жизни населения и урезание расходов бюджета. Уважаемые друзья, сегодня в России достаточно прогрессивных сил, ученых, экономистов, политиков, настоящих патриотов, которые знают, как изменить ситуацию в экономике страны. Необходимо резко снизить ставки кредитования, сделать кредиты абсолютно доступными. Об этом, кстати, говорил Владимир Владимирович Путин еще в 2012 году в ходе послания Федеральному собранию. Тогда глава государства сказал буквально следующее. Нам нужны доступные длинные деньги для кредитования экономики, дальнейшего снижения инфляции, конкурентные банковские ставки. Банки должны между собой конкурировать, кто дешевле отдаст деньги в реальный сектор экономики. В этом банковская суть. Далее президент прямо обратился к правительству Центробанка с предложением продумать над механизмом решения этих задач. Еще раз повторяю, это было сказано в 2012 году. Однако мы видим, что те, кому это было поручено, до сих пор этого не выполнили. Стабильность национальной валюты – один из столбов экономического развития. Поэтому деятельность Центробанка должна быть поставлена под жесткий контроль в интересах государства и отечественной экономики. Уважаемые товарищи, позиции КПРФ по ключевым вопросам развития страны остаются твердой и взвешенной, понятной людям. Мы полностью поддерживаем линию руководства партии на дальнейшее приумножение капитала отечественной промышленности, сельского хозяйства и строительства. КПРФ ведет реальную работу по законодательной защите малого и среднего предпринимательства. Вступает за симбиоз крупных средних-малых предприятий во всех видах ее деятельности. Один из ключевых условий развития региона в России в целом КПРФ считает привлечение инвестиций в создание комфортных условий для работы инвесторов. Примеры Орловской области в последние годы постоянно увеличат объем инвестиций. В 2014 году было привлечено 45 миллиардов рублей. В 2015 году 46,6. В этом году мы планируем приобрести инвестиции в размере 51 миллиарда рублей. Уважаемые участники форума, в качестве предвыборных, переочередных задач выхода из кризиса КПРФ ведет создание и модернизацию системы 7 миллионов высокопроизводительных рабочих мест в машиностроении. Это очень важный сектор экономики. Мы считаем, что в стратегическом плане возрождение обороны и гражданского машиностроения создает базу для обеспечения обороноспособности и возрождения всех отраслей обрабатывающей промышленности. Коммунистическая партия, наш лидер Геннадий Андреевич Зюганов всегда уделяет самое пристальное внимание вопросам возрождения отечественной промышленности. В минувшем году Государственная Дума поняла разработанный КПРФ закон о промышленной политике в Российской Федерации. Регионы искренне рассчитывают, что он заработает в полную силу. Как совершенно точно ответил Геннадий Андреевич, этот закон дает возможность усилить регулирующую роль государства в проведении новой индустриализации страны. Это именно то, что остро необходимо сегодня нашей стране. В 90-х годах в России была поставлена цель перехода к свободному от государственного контроля рынку. С той поры подпринимаются упорные попытки дирегулировать экономику. Распределение финансовых ресурсов в пользу сырьевых монополий, свободу спекуляций на торговом и на валютных рынках, свободу вывоза капитала из страны и тому подобное. И это при том, что в СССР была создана мощнейшая система рыночных взаимоотношений. Когда говорят, что в СССР не было рынка, это люди вообще никогда не занимались экономикой. Был рынок, но с государственным управлением. Десятки и сотни тысяч заводов, фабрик, колхозов, совхозов, других предприятий производили продукцию, и эта продукция уходила на реализацию внутри страны за деньги. Излишки отдавались за рубеж и пользуясь высочайшим спросом. На социально организованном рынке СССР не было реализации продукции для предприятий. Полученные ими выручки выплачивались заработные платы, уплачивались налоги. Нам требовалось развивать достижения контролированных социальным государством рынка. Вместо этого выбранная в СССР система управления была разрушена. Сегодня настала пора расставить все стратегические цели по своим местам. Главная цель – это увеличение объемов производства качественных товаров и услуг для внутреннего рынка. Для этого необходима корректировка экономической политики в частности. Необходимо заморозка тарифов естественных монополий на период от двух до пяти лет. Ограничение тарифов ресурсопоставляющих компаний посредством уставления пороговых значений и нормативной рентабельности. Без этого невозможно обеспечить формирование конкурентоспособных производств. Без этого невозможно восстановить коммуналку. Также требуется финансовая поддержка программ производства инновационных продуктов в целях формирования нового технологического уклада. Для этого необходимо сформировать аналогичный перечень импортированной продукции. В дальнейшем поддержку рационально направить из расчета увеличения объемов производства. Должен сказать, что правительство Орловской области реализует комплекс мер, направленных на поддержку реального сектора экономики, организацию производства импортозамещающей продукции. Основой для дальнейшего экономического роста в перспективе станет создание особой экономической зоны промышленного производственного типа под названием «Серп и молот». Уже создан научно-промышленный кластер приборостроения и электроники Орловской области. Одной из приоритетных задач нашей партии остается защита интересов работников сельского хозяйства. Несмотря на значительные успехи последних лет в ИПК страны сохраняется целый клубок сложных проблем. При этом потенциал у нашего села просто колоссальный. Могу сказать, что несмотря на общие трудности в Орловской области, объем производства продукции сельского хозяйства в 2015 году составил почти 65 миллиардов рублей при темпе роста к 2014 году в 123%. Мы всего лишь увеличили поддержку села на небольшой промежуток, не на большие деньги. И такой рывок. Мы могли бы производить еще больше. Для этого нам необходимы госпрограммы, датирующие переработку и хранение, а не только производство. И более длинные деньги для производителей. В числе задач, которые необходимо решить в России, восстановление на современной технологической основе промышленного и жилищного строительства. Профессия строителя должна вновь стать достойной, оплачиваемой и высоко технологичной. Считаем, что подготовка квалифицированных кадров является важнейшим условием инвестиционной экономики. Например, в Орловской области в системе профессионального образования обучается более 49 тысяч студентов. 75% выпускников профессиональных образовательных организаций среднего и высшего образования региона работают по полученной специальности. Эти показатели на протяжении последних пяти лет являются одним из лучших в Российской Федерации. В январе этого года Миноборнауки принято решение о слиянии двух ведущих вузов региона. Государственного университета и бывшего технического университета. На их базе создан опорный Орловский государственный университет имени Тургенева. Это решение позволит сохранить в Орле мощный научный кадровый центр. Увлечить вклад науки в национальное развитие региона. Благодаря этому решению вчера было принято решение в Министерстве образования Российской Федерации о выделении дополнительно 150 миллионов рублей для реализации проекта опорного вуза Орловской области. Уважаемые участники форума, не менее, а может быть и более значимой задачей стоят перед нами в социальной сфере. Уровенью развития как лакмусовой бумажки определяет эффективность государства в целом. Конституция Российской Федерации четко определяет, что Россия социальное государство. К большому сожалению, многие из тех достижений, которыми мы гордили в советский период, были утрачены в 90-е годы во время становления дикого капитализма. Вместе с тем мы видим, что так называемые либеральные идеи, носителями и проповедниками которых оказались, меньше всего заинтересован сам человек. Сегодня не имеют они опоры. Зато есть миллионы сторонников идеи сильного и справедливого государства, которые обеспечат безопасность граждан, защиту прав, свобод, социальную справедливость. За последние годы руководство страны предприняло ряд шагов, которые вселили в надежду, что социальная политика всегда будет в числе главных приоритетов. Прежде всего, это майские указы президента страны Владимира Путина. Они во многом изменили социальный климат в стране. Должен сказать, что на Орловщине все обозначенные в указах индикаторы выполняются в полном объеме. При всех трудностях мы стараемся сохранить уровень господдержки образования, здравоохранения, культуры и спорта. Продолжаем работу по социальному развитию сельских территорий, строим новые школы, больницы, детские сады, учреждения культуры. Выполнены задачи по ликвидации очередности в дошкольно-образовательное учреждение. У нас нет очередей детей от нуля до трех лет. И заканчиваем очередь до семи лет. Бежите запланированно в полном объеме все социальные обязательства перед гражданами. В этом году мы будем общать 450-летие основания города Орла. К юбилею проводится большая работа по строительству и реконструкции социальных объектов. Убежден, что Орловщина встретит этот праздник достойно. На таком же высоком патриотическом уровне, как был встречен на нашей героической земле юбилей Великой Победы. Уважаемый Геннадий Андреевич, уважаемые участники форума. В Орловской области всегда были сильны патриотические духовные традиции. Поддержать их, передать новым поколениям – это не только государственная задача, но и гражданство, нравственный долг каждого из нас. Наш народ не утратил свои духовные качества, не потерял веру в государство, не разучился трудиться. Преступно обзывать людей лентяями и пьяницами, как это любят делать наши продвинутые либералы. Нужно поддержать людей. В первую очередь обеспечить работу, достойность зарплаты, создать гарантии социальной защиты и материального благополучия. Люди должны видеть, что у нас с вами, у государства в целом есть четкая стратегия, которой мы будем следовать. В своем обращении в правде вы, Геннадий Андреевич, говоря о перспективах, абсолютно точно определили. Гражданам России предстоит не просто выбрать между разными подходами в экономике и политике, выбор куда более серьезный. Речь идет о судьбе страны, о ее возрождении, сохранении и целостности. Сегодня России трудно, но наши предки выходили из более тяжелых ситуаций. Мы верим, что наша страна справится со всеми стоящими перед нами вызовами. Для этого есть все необходимые ресурсы. Есть воля руководства страны. Есть редкая для последних лет единство, сплоченность нашего народа. Есть готовность Коммунистической партии Российской Федерации всех ведущих политических сил объединить усилия для сохранения стабильности и просветания нашей Родины. Уверен, что Орловский экономический форум поможет выбрать новые эффективные предложения по решению стоящей перед нашей страной задачи. Желаем вам всем успехов, всего самого наилучшего. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ